В июле компания Сывалмаш активно готовилась к приему экспертной комиссии и получении заключения о завершении строительства. Здания и территории инжинирингового центра приобрели практически завершенный вид. 2 июля произошло важное событие. Все четыре силовых трансформатора были подключены к сетям 10 кВ в режиме холостого хода. После испытаний в пробном режиме ПКТБ готовится подключить электроснабжение по проектной схеме. В июле был преодолен еще один важный рубеж. Завершена сварка системы хладоснабжения, работы по которой велись около полугода. В июле система была опрессована, проверена на отсутствие утечек, подписаны акты об успешном прохождении проверок. Следующий шаг – промывка и заправка раствором этиленгликоля. Продолжилась финишная внутренняя отделка и завершающие работы по монтажу инженерных коммуникаций на третьем этаже производственного корпуса. На остальных этажах эти работы были выполнены ранее. Шла сборка мебели и обустройство кабинетов на верхних этажах. Повсеместно выполнялась уборка и обеспыливание помещений. Для этого было закуплено еще несколько единиц уборочной техники. Было доставлено новое оборудование – фрезерный станок с ЧПУ. На территории Сывалмаш была завершена укладка асфальта. Смонтирован шумозащитный экран на границе с садовым товариществом. Выполнены входные группы для техники и пешеходов. Начались земляные работы по подключению второго ввода водоснабжения. В июле компания Сывалмаш получила технические условия на сопряжении с Московской автоматизированной системой централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях. Исполнение этих условий важно для получения ЗОС. В ПКТБ система оповещения смонтирована и работает. Осталось интегрировать ее с централизованной. Помимо строительства, Сывалмаш работает над тем, чтобы как можно быстрее ввести предприятие в эксплуатацию. В связи с этим в июле компания открыла прием на работу новых специалистов. Это новый этап в развитии проекта. В первую очередь по КТБ требуются инженеры-конструкторы и операторы различных станков, а также специалисты по обслуживанию хладоцентра, квалифицированные электрики и другие сотрудники. Компания готова работать с молодыми специалистами, обучать их необходимым навыкам. По вопросам трудоустройства в Сывалмаш обращайтесь по электронной почте инфособака.сывалмаш.ру. В июле велась подготовка к участию Сывалмаш в международном форуме «Армия-2024». В усиленном режиме шли сборка и испытания экспонатов для выставки, в том числе квадрокоптера «Мотылек». Проходили тесты двигателя для него, подбирались режимы работы, выставлялись углы атаки винта. Когда заключение о завершении строительства будет получено, проект перейдет на финальный этап финансирования. Генеральный директор Solar Group Сергей Семенов на отчетном вебинаре в июле объявил, какие возможности завершаться вместе с окончанием текущего 19 этапа. Стоимость инвестиционной доли вырастет намного больше, чем это было ранее при смене этапа. Предположительно, она подорожает на 30-40%. Длительные рассрочки на 20-30 месяцев будут отменены. Будет закрыта возможность восстановить все отмененные рассрочки. На отчетном вебинаре руководители Solar Group также подвели итоги работы компании за первое полугодие, поделились статистикой развития проекта, обсудили тему получения акций, внутренние биржи, проведение конференций и ответили на вопросы инвесторов. Запись трансляции смотрите по ссылке в описании. Напоминаем, что до 31 августа включительно в проекте действует скидка 5% на платеж от 100 долларов при досрочном погашении рассрочки. Оплачивайте сразу несколько месяцев рассрочки. Это позволит вам инвестировать выгоднее и ускорить финансирование проекта. Есть и другие предложения для разных категорий инвесторов. Все они доступны в личном кабинете, разделе промо-акции, по QR-коду, который вы видите на своих экранах. Пользуйтесь! Субтитры создавал DimaTorzok